Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в августовском совещании работников образования. Учащийся IT-лицея КФУ завоевала золото математической олимпиады в Китае. КФУ участвует в конкурсе по созданию уникального в России Центра геномных исследований для медицины. 19 августа в Апасовском муниципальном районе состоялся августовский педсовет, участие в котором принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Более подробно смотрите далее. 19 августа ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в августовском совещании работников образования Апасовского муниципального района. Перед началом совещания участники продемонстрировали возможности района подготовки мастеров по рабочим специальностям. Наиболее значимыми для территории являются все направления, связанные с сельским хозяйством. При этом Апасовцы представили на международном чемпионате WorldSkills сразу двух участников. Важным для Апасова остается вопрос подготовки образовательной инфраструктуры, проведения ремонтных работ в школах. Впрочем, не зданиями строится качественное образование. Значимым является профессиональная подготовка учителей. Помимо регламентного повышения квалификации, учителя района имеют возможность получать поддержку от Казанского федерального университета. В частности, для учителей иностранных языков организованы специализированные курсы. В связи с фундаментальной значимой ролью высококвалифицированного педагога в обеспечении успешности нового поколения, учащийся Казанский федеральный университет сегодня определил подготовку учителей и его научное осмысление в качестве одного из приоритетных стратегических направлений своей деятельности. Университет реализует новую модель подготовки педагогических кадров, которая за последние годы получила широкое признание и известность как в Российской Федерации, так и далеко за его пределами. В основе модели лежат высочайший уровень предметной подготовки педагогов. Если вы помните, когда только ЕГО ввели, к большому сожалению, даже многие учителя наши не могли ответить на те вопросы, которые ставят задачи единого государственного экзамена. И тогда мы задались вопросом, а почему так происходит? А по одной простой причине, во-первых, психологическая подготовка желала у лучшего. Конечно же, нужно было в корне поменять методическое оснащение и дать широкий кругозор будущим учителям, который позволяет им чувствовать себя уверенно в ситуации неопределенности, которая доминирует в современном, насыщенном, должен сказать, цифровом образовательном пространстве. В подтверждении своих слов и в качестве методической поддержки школам Апасовского района были переданы материалы, подготовленные Институтом международных отношений КФУ в области истории и общества знания. В дополнение к этому районная библиотека получила книги, раскрывающие историю Татарстана. Завершая пленарную часть августовского совещания работников образования Апасовского муниципального района, ректор КФУ Ильшат Гафоров пожелал коллегам успехов, профессионального роста и удачи в новом учебном году. КФУ участвует в конкурсе по созданию уникального в России Центра геномных исследований для медицины. Заявка поддержана 20 бизнес-партнерами, среди которых ведущие биотехнологические компании России и эксперты в области биоинформатики. Конкурс проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Федеральной научно-технической программы развития геномных технологий на 2019-2027 годы и мероприятий по реализации национального проекта наука. Это единственная заявка по созданию геномного центра для медицины. В консорцию входит очень много разных университетов, организаций и индустриальных партнеров. Ведущим в консорцию является Алмазовский центр в Санкт-Петербурге. Казанский федеральный университет стал единственным из участников, который сосредоточил свою программу создания и развития центра геномных исследований для медицины на генетических технологиях. Казанский федеральный университет уже не первый год занимается исследованиями в области геномных исследований. Так, на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ уже долгое время располагаются лаборатории, которые непосредственно связаны с геномными исследованиями. Одним из таких центров исследования является лаборатория КФУ Рикен. Буквально пару дней назад медицинский кластер Казанского федерального университета посетил директор инновационной программы превентивной медицинной диагностики Рикен Йожихида Хаишизаки. Напомним, что Казанский университет имеет совместную лабораторию трансляционной геномики КФУ Рикен, расположенную в Японии, в стенах Мирового научного центра Рикен. Японская сторона тоже имеет в свою очередь лабораторию КФУ Рикен на базе Казанского университета. Это так называемые зеркальные лаборатории. Институт физико-химических исследований, или сокращенно Рикен, это крупный научно-исследовательский институт в Японии, мировой лидер в науке. Он является стратегическим партнером КФУ еще с 2008 года. Казанский федеральный университет и Рикен совместно готовят специалистов высшей квалификации в области физики. Действует в УЗИ целый комплекс совместных научно-исследовательских лабораторий КФУ Рикен в области химии, медицины и генной инженерии. Стоит отметить, что взрывной рост сотрудничества в науке произошел с момента появления медицинского направления в Казанском университете. Задачей Центра геномных исследований для медицины в России должно стать создание комплексной системы масштабах всей страны для совместной реализации научных проектов и внедрения их результатов в практику здравоохранения. На базе Центра планируется разработать линейку продуктов для диагностики и лечения заболеваний кинетической природы. Целью консорциума является именно более глубокая интеграция. Да, каждый член консорциума имеет свои уникальные компетенции. Но в современной науке невозможно достичь результатов мирового уровня, если ты работаешь в одиночку. Всегда эффективно объединять ресурсы, объединять компетенции. В программе Центра геномных исследований заложены фундаментальные практические работы по шести наиболее актуальным направлениям современной медицины. Казанский университет участвует сразу в нескольких проектах. Это проекты, связанные и с диагностикой различных заболеваний, онкологических заболеваний, орфанных заболеваний, и с разработкой новых методов лечения, терапии заболеваний с применением генных технологий. Это генная терапия, это редактирование геномов иммунных клеток, столовых клеток для лечения онкологических заболеваний, иммунных заболеваний, орфанных заболеваний. Ожидается, что итоги конкурса на создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований, будут подведены в течение сентября. Диана Шилова, Универньюз. Сборная России, в составе которой выступала ученица IT-лицея Казанского федерального университета, победила на 18-й Китайской женской математической олимпиаде. Подробнее смотрите далее. Диана Шилова, Универньюз. Учащийся IT-лицея Казанского федерального университета Анна Седова одержала победу на 18-й Китайской женской математической олимпиаде. Китайская женская математическая олимпиада – соревнование для команд, представляющих различные провинции, специальные административные районы Китая. Она проводится с 2002 года. Изначально целью состязаний было пробудить интерес девушек к олимпиаде по математике, ведь по статистике они участвовали в подобных состязаниях гораздо реже юношей. Помимо школьниц из Китая, в соревновании традиционно участвуют сборные из России, Гонконга, Филиппин и Макао. Анна Седова, она из Бугульмы, она победитель всей китайской женской олимпиады, она учится уже 4 года в IT-лицее. Учитель математики у нее Фадеев Алексей Валерьевич, очень большой вклад он внес в ее подготовку, помимо нее самой. И тренер, который с ней занимался, это Русаков Алексей, тренер, который за пределами лицея тоже ее готовил. Соревнования проходили с 10 по 15 августа в китайском городе Ухань. За два тура школьницы решили 8 задач уровня Международной математической олимпиады. Валерия Муратова, Универниус. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова